Всех приветствую на своем канале. Был у меня запрос на любимые парфюмки. Ну, конкретно так вот, чтобы сказать вот это, это, это. Я сейчас не могу, потому что самые любимые парфюмки у меня закончились. Это в основном снятости и хороша, которых уже днем с огнем не найдешь. В крайней мере, у меня их больше нет. Я решила просто разделить на группы те парфюмы, которые вот из тех, что у меня из моей коллекции парфюма есть, те, что мне больше всего нравятся. В принципе, здесь есть даже те вот, которые, одни из тех, которые мне очень нравятся. На самом деле, в общем, я люблю что-то по типу «Оду любви» или «Оду страстной любви». Это и «Фраше», конечно же, и «Рильс Нуар», который у меня закончился. У меня его много было, и его долго-долго-долго-надолго хватало. Но он тоже, к сожалению, закончился. И что-то вот, ну, по типу того, что есть, в принципе. И «Натуре» мне нравится, и «Цветочная диска» тоже мне нравится. И тут, возможно, где-то будет бегать кот. В общем, я снимаю сейчас у нас часов в 7 вечера. Я вчера еще собиралась, но, хоть я и говорила в видео, которое уже есть на канале, это книга «Еды», там, да, и штук типа того. Я вчера так дико устала, и в результате, конечно, вырубилась. Ну, когда уже проснулась, было вроде как-то, лень мне было снимать. Я решила отложить на сегодня. У нас практически весь день бьет дождь. Да, я подстриглась вчера, но я не фоткалась, и мою стрижку увидела только моя тетя. В принципе, с ее пыта это все действие было. Внезапно у нас в Угличе есть единственная подозревая парикмахерская, в которую можно прийти прямо с порога, без всякой очереди. Ну, в принципе, при желании можно, наверное, и в очереди подождать. Но именно без записи, там, дней через сто, дней через не знаю сколько. Самое прикольное, что в Солнечном налево пойдешь, в одном месте попадешь, направо пойдешь, в Цирюлю попадешь. В общем, в прошлом году, уже, наверное, полтора года назад, после рукоблудия Женьки, с которой мы уже, наверное, все-таки, и спасибо природе, больше не общаемся. И, да, там, если что-то пошло, основная причина, почему мы с ней не общаемся, этот человек читал нашу с ней приписку всей своей работы. Основная причина. Ну, короче говоря, после ее рукоблудия я стриглась в парикмахерской, куда пришла, там, народу никого практически, там, ну, два парикмахера было свободных, и я спросила, могу ли они меня подстричь, а они, ну, им, видимо, лень было работать, как они, в принципе, мне и сказали, и записали меня на следующий день. Это, по-моему, семейная парикмахерская была, она до сих пор там и есть, это в солнечном, там, что-то типа новый дом, новый дом, не знаю, ему лет 10 уже, этому дому, может, меньше, но как-то так, это параллельно луначарская, если вдруг кто-то, я знаю, что один человек меня точно смотришь, иногда я зуб леча, если вдруг решит, эта девушка подстричься, то, в общем, советую ей цирюльную. Ну, и меня подстригли за 300 рублей, считалось это, что как-то подровняли мне волосы. Моё, почему я вдруг решила подстричься, моя тётя вдруг заметила моё рукоблудие, которое уж не знаю месяца три, как было, эти мои самопальные, срезанные волосы, ну, и постала перед фактом, что как бы надо быть приличным человеком, а то было я неприличным. Ну, и, в общем, я зашла в эту цирюльную, спросила, можно ли у них постричься без записи или только по записи, в результате буквально минуту через три меня уже, я уже сидела в кресле, меня стригли, ну, и очень хорошая такая парикмахерса, без понятия, как зовут, соответственно, лицо, я тоже вообще лицо плохо запоминаю, не запомнила, но она мне сама, в общем, посоветовала, посоветовала, как лучше сделать, там определила тип волос, то есть, вообще, очень милая, и, в общем, мне понравилось, и, соответственно, я советую эту цирюльную в солнечном, ну, и, да, я слегка тут завелась, вообще, второй раз уже завелась, сегодня ездила под дождём гулять, ну, у меня дико мигрень было, сейчас будете в Каментах советовать кучу таблеток, я, конечно, спасибо вам заранее за кучу ваших советов, как-то мне там уже пару раз под видосами, когда я говорила про мигрень, что-то писали, что я ем, там, и тому подобное, в общем, в результате, не знаю, что конкретно помогло, крепкий капучино, анальгин, пуэр с красным вином, мерло, по-моему, у меня там сейчас стоит, крымская чайная ложка, или же прогулка на велике, до аптеки, магазина, как-то за едой, и себе там такой чем, под дождём, ну, в общем, голова мне прошла, правда, сейчас начала болеть данного, что у нас такой, я думала, что будет гроза, но у нас тот дождик, то непонятно что, и, в общем, я вышла, понимают, что идёт дождик, думаю, ну как, я уже вышла, думаю, не промокну, в общем, тот под дождиком, то нет, на велике каталась я, и всё, вообще, я начала же этот видос, да, вот про эти парфюмки, в общем, сейчас я понимаю, узнаю, что мне надо идти обратно в сад, в вечер закрывать эти парники, я понимаю, что у меня вот есть пока время, пока ещё это у нас светло, и, кстати, вот села, как раз дождик закончился, я даже, по-моему, светлее стала, и, в общем, я решила пока записать видос, пока есть ещё запал какой-то, в общем, начну я, пожалуй, тут у меня так вот по кучкам, да, некоторые, может, даже скажут, что оно как-то не сочетается, но у меня некоторые духи стали чисто для меня, ещё я Ронки тогда говорила, правда, она сказала, что, типа, аромат может меняться, не знаю, может, действительно там что-то выветрилось, или ещё что-то, на некоторой духе я начала воспринимать по-другому. В общем, вообще, мне очень нравится, я их читаю, мне 4 таких аромата, это, значит, Dolce & Gabbana Blue Light, Light Blume, потом Light, какая, не знаю, русская какая-то фирма, потом Summer White от Avon и классическая натураль от Eiffra Che. Вот она до сих пор так пахнет. Свеженький, чётко горьковатый, я их сейчас, в принципе, не пользуюсь, но раньше, в общем, у меня третий, наверное, за всю мою жизнь такой флакончик, или четвёртый. Натуральки я тоже дофига раньше использовала, у меня ещё приходили тогда в подарок от Eiffra Che в 11-12 году, малюсенькие такие, по 7,5 мл, ну, конечно, у меня в основном они шли на подарки, или у меня кое-кто выпрашивал, не будем уже говорить её имя, она была в начале видео. Короче говоря, в общем, натураль Summer White, лёгкая, свежая, чуть с горчинкой, точнее, да, с Эвен Summer White, и натураль от Eiffra Che. Чуть-чуть отличается, более нежная вот сейчас, мне кажется, ну, понятно, сколько я её уделала, да, правда, я её практически год не заставала, ну, может, пару раз пшикалась за год, но не вот за этот год, а вообще вот чисто за календарный год, если там 365 дней в году, да, в общем, у меня это стоит, вот это я и периодически юзаю, оно мне очень нравится, если оно у меня закончится, конечно же, я куплю себе ещё одну. Потом, да, в основном у меня тут, по-моему, приходят Eiffra Che, как уже заметили, вот эти, мне кажется, они похожи, ну, видно, сколько тут уделось, у меня ещё была такая менька на ролике, по-моему, она всё-таки закончилась, может быть, пустая баночка была, может быть, я её не заметила, может, она ещё не успела закончиться. В общем, на роли, вот мне на них одно время пёрло, причём то в холод, то в тепло, я так и никак не могу понять, аромат чего это у меня, холода или тепла. Эти-то, конечно, всё-таки больше к лету. И вот это, ну, понятно, сколько я уделала, да. В общем, я года два назад приобрела, ещё до того, как были первые подорожания, причём спинкодимы тогда ещё, и практически за месяц, может, чуть больше, я её практически всю вот уделала, тут 100 мл, да. Это у нас цветок апельсина «Утро в саду». И вот мне кажется, на роли «Утро в саду», они практически у них какая-то общая нотка есть, они одинаково для меня пахнут, ну, с разницей, что это вода парфюмерная, а тут туалетная. И, естественно, оно держится слегка меньше, вот это вот. Но оно мне тоже очень нравится, оно такое какое-то, немножко терпкое. Так, потом, вот эти мне всегда нравились. Зелёный чай, он в любом исполнении, мне очень нравился. Гринти, ещё этот «Стальвадор» дали у него, что-то такое, духи какие-то похожие были. В общем, сколько я себя помню, в детстве мне нравилось. Сладенькое такое, ванильно-ягодное, и что-то такое вот по типу чайного дерева, между зелёное дерево, лишь такое или зелёный чай, или как-то так, между вот этим и вот этим, что-то такое среднее. В общем, что у нас тут? У нас тут, вот это я, понятно, совсем чуть-чуть его. Он когда ещё вышел, я что-то его чуть-чуть попрыскала, а потом, видимо, я уже доделала, у меня тогда ещё маленький формат был, Элизабет Арден. Вот это у меня, если я не путаю, кажется, Алёнка мне её подарила. Причём, у меня была Элизабет Арден несколько штук, и Элизабет Арден у меня, этот зелёный чай, по-моему, одни из первых духов. У меня первые духи были «Битмос», не помню фирму, и вот это вот. Сейчас мы их приснем. Вот, кстати, у меня какие-то были, вот эти вот, я приснула, у меня чисто, а, розу, по-моему, у меня сначала спирт в нос дала, потом уже сама роза. А тут реально пахнет этим нежненько так, чайным деревцем. Потом, то, что изначально было, это кеньская вода, ну, то бишь одеколон, да, это при крошетке, я вот не знаю, вот это-то вроде ещё есть. Это, конечно, разные, но в чём-то вот по схожести, по свежести, они мне, ну, как бы, роднятся для меня. Помню, таких много в подарок приходила, я их когда-то там ещё в поменяшках, ещё до Ютуба кидала их, потом дарила кучу кому-то. Сестра у меня одна, из их сестёр, по-моему, такие любит. Ну, в общем, тоже я их усиленно юзала. Это не первый флакон. Вот эти-то у меня один флакончик, так он и есть. А эти, я не знаю, флакон третий или четвёртый. Вот эти я тут юзала очень усиленно. Я думала, даже их уделаю. В основном в апреле что-то их начала. И немножко в середине мая. Но они у меня не закончились. Это у нас вербена. И, кстати, вот вербена утро в саду. Я, кажется, даже на рекоменде писала отзыв. В общем, вербена утро в саду. Она очень быстро выветривала, за 20 минут буквально. Вообще не поняла, о чём. Но пахла таким леденчиком. Вот она пахнет точно так же, но выветривается она не так быстро. И, в принципе, на дольше её хватает на мне. И мне она тоже очень нравится. Вот такой вот. Ну, заметно, сколько я его делала. И вот эти вот тоже. Это, в принципе, вот это пожёстче. Это чуть помягче. А это, наверное, более нежный вообще. Вот этот зелёный чай. Ну и да, конечно, она тоже неустойкая. Я помню, дарила тёте. Она её тоже любит. Ну и я тогда покупала на клубнике себе и ей. Набор у меня такой был там. Гель для душ, потом молочко для тела с какими-то медовыми вкраплениями. И косметичка даже ещё жива. И маленькая такая. 50, по-моему, миллилитров было. Ещё 65 миллилитров было. Ещё сколько-то миллилитров было. Как раз я тогда на этой же клубнике тогда покупала себе этот Дольче Габану. А потом уже Дольче Габану покупала где-то на другом сайте. По-моему, Дольче Габану. РФ или как-то так. Тут они у меня так стали. Другие загородили. Не показывают. Ничего больше. Значит, сейчас я перейду, наверное, вот к этой троице. Ещё мне очень понравился этот. По-моему, последний эликсир. Сенсуэль чего-то там. Тоже этот и фрашевский. Но самое интересное, что изначально эликсир, вот самый классический вообще эликсир мне отдавал чисто пластилина. Мне его куча в подарок приходила. Я помню, бабушке дарила, бабушкиной подружке. Кому только не дарила. Этот пластилин всем нравился, кому дарила. А я не могла понять, ну что такого клёвого в этом пластилине. Потом я как-то в Эйвен заказала. Причём он стоял, это парижский шик, Эйвеновский. Он там на картинке был на фиолетовом или сиреневом фоне. Я думала, что флакончик точно такой же. Флакончик пришёл совершенно другой. Это без пульверизатора. Это просто вот, как раньше, такие духи были на пальчик, да, и за ушком. На пальчик и за ушком. Оно мне напоминает немножко несколько нот любви от Эйфраше и немножко ещё вот этот самый эликсир тоже. Между сладостью и чем-то таким ягодным, и чем-то таким тёплым, и чем-то таким пластилиновым. Я тоже прилично его уделала. Ну, чуть больше половины ещё осталось. Ну, где-то одну треть я уделала конкретно так. Они, по-моему, стойкие. Они мне очень нравились, нравятся. И если вдруг чего приспичит, то в Эйвоне, хоть я давно уже не делала заказов, я даже не знаю, сколько я каталогов уже пропустила, но, может быть, я закажу себе потом. Потом. Внезапно Мелоди, которую мне Аленка подарила, честно сказать, когда она мне подарила, помню, тогда пробник она мне дарила или что-то в этом роде, она мне сначала понравилась. Потом у меня совершенно запах как-то не пошёл, она стояла, стояла, стояла. И буквально в мае я её открыла, приснула, что-то так на себя, чисто так, достала у меня три таких флакончика разных, тоже все от Аленки. Приснула, думаю, какой из них вот сейчас бы мне пошёл. И вдруг он пошёл. И он у меня был практически полный. И вот, ну, смотрите, сколько осталось. Тут 15 мл изначально флакончик. И, в общем, это я за мае уделала. Я подозреваю, что он у меня будет в конце месяца пустых баночков. Конечно, до конца месяца осталось совсем ничего, но чем чёрт не шутит? Лёля глянула на время, сколько я уже тут болтаю о луиге и занимаюсь. Ну и, в общем, он мне почему-то напоминает Парижян Шик. И немножко напоминает эликсир вот этот самый последний от Ифрашея, Сенсуэль. И ещё немножко мне напоминает несколько нот любви от Ифрашея. Ну и, в общем, и сегодня он тоже был на мне. И внезапно он так мне пошёл, вот вроде как, даже вот когда тепло, когда холодно, я не знаю, вот что-то я ими прониклась этой мелодией. Ну и самое вот это вот. У меня закончилось будет пустых баночков 15 мл. у этой несколько нот любви. Потом у меня маленькая такая аминька есть, по-моему, она ещё не... Да, она когда-то тоже закончилась. Вот парфюмерная вода, вот эта вот, а туалетная, она на меня как-то отличается. Она мне не очень пошла. И у меня там это стоит малюсенькая аминька, там 5 мл, я её как-то иногда беру. Она мне вообще напоминает почему-то... Как же, у Ифрашея тоже есть такая фигня. А, моменты счастья. Вот моменты счастья не зелёные, а моменты счастья оригинал розовые. Вот эти моменты счастья мне напоминают как раз туалетка несколько нот любви. Хотя обычно у меня всегда казалось, что туалетка, что парфюмка и Ифрашея, они всегда одинаково пахнут, только одни по стойкости были. Как-то не очень, а другие по стойкости были конкретно. На три, допустим, дня. Или на шарфик плюнешь, и оно потом ещё долго-долго воняет. Вот это с переходом, допустим, к цветочному диску классическому. У меня, конечно, ещё есть синенькая цветочная диска, но что-то я его очень редко юзаю. У меня, конечно, на него... Видимо, не моё. Но стоит, есть, не просит. Мне там сто лет назад подарил их тогдашний бойфренд. А вот это вот ягодное, немножко такое и тёплое, и ягодное одновременно, и какое-то такое слегка ириснуаристое. Что-то такое, в общем, очень оно мне нравится. Ну, хотя бы даже потому, что 15 мл тут уделала. А то я тогда покупала по скидке, по-моему, 50%. Ну и остаётся у нас, раз уж я перешла к цветочному диску, цветочная диска и мой Морган. Это Морган Де Туа. Я всё время её произносила, смешивала одну с другим. Морган Де Той. Был у меня там в подписчиках, не знаю, как сейчас, в комментаторах всё время прыгал, которые я сейчас тут смотрю пародиями. Ну, канал не продвигался, видимо, решил, что на пародиях он больше выйдет. Чё-то там вякал, я про него сейчас помню, он как раз вякал, чё-то там про моё произношение английское. Короче говоря, в общем, этот Морган Де Той, Де Туа, но мне удобно говорить Де Той. Можете плеваться в комменты, разрешаю, хотя вам не запретишь. У меня был два флакончика по 35 мл, я тогда на клубнике покупала, мне очень нравился, подружкам тогда покупала, ну, через меня не заказывали. У меня даже коллекция такая, хотела его полностью собрать, у меня был зелёный, но он что-то для меня стал как-то неоднозначно, и зелёный всегда ассоциировался для меня со свежестью. Ну, если на духах вот флакончик, да, вот как эти вот, он, в общем, он мне пах, кажется, укропом. Я не помню, кто у меня выпросил их подарок, из старой ещё, наверное, компанией девчачьей, но у меня его больше нет. А голубой у меня ещё такой же есть, и он, кажется, ванильный, я совсем про него забыла, но что-то он вот прыскался, и сначала, может быть, испортился, фиг знает, я его покупала вообще в Рыбинске, в магазине Калина, и он, в общем, представляешь, идёт сначала спирт, а потом уже это ванит чувствуется. Может быть, там вообще подделка была, не знаю. А этот я и стабильно попадала на распродажу, там какая-то закрытая была для тех, кто зарегистрирован, сейчас тоже, по-моему, вообще какая-то шерпотреба, там года три не заходила на эту клубнику, вообще не представляю, чего там. А потом я купила себе полноценный флакончик, этот 100 миллилитров, и он у меня сначала юзался, потом стал, я про него забыла, периодически вспоминаю. Он такой ягодный, тёплый, и он для меня, он напоминает именно классическое красное цветочное диско от Ифраши. Это вот последний флакончик, который я покупала, последний мой какой-то заказ Ифраши, может, последний, может, предпоследний именно на сайте, или по бланку, я уж не помню, что-то там по скидке за 600 с чем-то. Ну, тут 30 миллилитров, я его совсем недавно достала, и, по-моему, я его ещё даже не прыскала. Но я уже тут напрыскалась с всеми этими духами. Но я думаю, кто знает, классическая цветочная диско, тут понимает, о чём я тут, цветочная, ягодная и цитрусовая, что-то такое нежное и классное, и в основном летнее, но я им могу пользоваться круглый год, это вообще мои самые первые, фрашесткие духи, которые я покупала во Фраше, которые я уже не знаю, сколько истратила, это какой-то 5, 6, 7 по счёту флакончик, 50 миллилитров у меня было, и 30, и 15 миллилитров, вот эта маленькая такая, у них раньше были прыскалки. Ну, в общем, вся коллекция у меня побывала, но влюбилась я именно в красные. Так, и последнее, к чему и прикажу, это у нас будет немножко Эйвана, и в основном тоже духи, которые мне вообще, их очень часто дарили заказ в фраше, и потом их я сама покупала, и какие-то по скидке, какие-то в подарок, эти, по-моему, у меня были в подарок, ещё подобные, у меня всякие разные варианты, и 15 миллилитров было, и 5 вот эти миллилитров, и 100 миллилитров, и 50 миллилитров, и 75, и кто-то у меня девчонок выпрашивал, кому-то дарила, кто-то у меня даже, были у меня такие коммунизили, но духи у меня тоже коммунизили, это Кокьянность, Эвиденс, Коммун Эвиденс, это лимитированная коллекция, вот даже видно, флакончик такой с цветочками, он шершавенький, как бы, ну и, в общем, это пудровый такой аромат, вообще, это вне всего, я забыла, вот это, вот эти два аромата, которые, ну и натураль ещё, которые вот у меня остались, из тех моих основных, любимых ароматов, и фреша, ну или что-то подобное, в других фирмах, в других фирмах, в Эйвен, внезапно оказалась, прима, которая очень напоминает, конечно, не полностью, но напоминает, Эвиденс, Эвик сокращенно, да, и, в общем, это у нас, наверное, всё-таки парфюмированная вода, парфюм, вот этот-то у нас конкретно парфюм, ну и, в общем, я очень много его истрадила тоже, очень-очень много, он мне очень нравится, всегда, вот, допустим, когда вы фреши приходят мне какие-нибудь бланки, там, на день рождения, или на 8 марта, ну какой-то вот такой, или там, на год знакомства, да, то у меня всегда, вот там, ваши любимые духи, даже был тут бланк, ну и, что-то ничего не заказала, у меня всего, в принципе, дофига, плюс там, что-то загнули уже, по-моему, минимальные заказки, 2000 по бланку стал, у меня просто столько сейчас не наберётся, это раньше там закупала, там вообще, всего, кучу денег тратила, за первый год, я вообще, тысяча сорок, наверное, и хорошо тратила, не за полгода ли, ну и вот эти, вот эти я покупала по скидке, плюс у меня была ещё скидка бонусная, там, не помню за что, и они мне что-то обошли, всего лишь, в общем, они 2 700 тогда стоили, тысячу, тысяча с чем-то, что ли, они мне обошли, я уж что-то не помню, потому что у меня 700 была скидка, сама по себе, плюс они ещё были по скидке, для меня, ну там, по подписке, и это, ну, в общем, у нас, экстракт парфюма, или что-то такое, в общем, короче, парфюм конкретный такой, плюс, неж, я, правда, периодически забываю, как её тут пользоваться, оказывается, подключить и нажать, а я всё время пыталась на эту штуку нажать, в общем, мне всегда хотелось, вот с такой же помпочкой их, и вот я их увидела, тогда купила, в общем, не жалею, они мне очень-очень нравятся, там у меня уже 2 года, наверное, стоят, ничего с ними не делается, и они ещё более стойкие, чем вот эти вот, допустим, ну, и Прима, естественно, она мне очень нравилась, я её конкретно так и делала, она стойкая, там тогда написано было в каталоге, 8 часов стойкости, по-моему, даже больше стойкости у неё, и вот она, вот сейчас для меня, один в один, как, вообще один в один, как эвиденс, да, кстати, у меня на губах одна из помад, NYX, который мне, девичка, прислала в подарок, и я помню, кто-то у меня, или Аленка, или кто-то в подписчиках, в общем, кто-то в комментариях спрашивал, по поводу стойкости, что ли, что-то там вроде, я сегодня напомадилась, поехала там по магазинам, приехала домой, она, конечно, уже не такая бархатная на губах, но вот, как вот натуральный цвет губы, допустим, да, и вот, она вот лежит, я пальцем просто прислонила к ней, она никаких следов не оставляет, по-моему, она стойкая, но это на случай, если вдруг вы там решите этой кремовой помадой затариться и намазаться, но вас смущает, останется ли она у вас на лице или нет, но где-то, в общем, просто я получила так, что я в зеркало специально тыркнулась, уже забыла, что вообще она на мне, потому что я еще что-то покушала, но часа три-то она на мне держалась, при том, что я еще что-то ела, ну и, в общем, вот такой у меня, наверное, обзор, сейчас я уже поскочу в сад, пока там очередной дождик не пошел и не стало еще совсем пасмом на темнище, так, ну и, да, вот еще перечислено, в общем, свежие такие я люблю, свежие, слегка горькие, я думаю, вот эти можно объединить, свежие, слегка горькие, свежие, совсем свежие, свежие, слегка сладкие, потом сладкие, ну и ванилька, я не знаю, здесь у меня сейчас тут ванилька или нет, вообще, по-моему, черная ваниль, и фраши есть, и раньше она за меня была такая сильно термоядерная, когда приходила в подарок, я дарила сестре этому еще кому-нибудь, но потом я что-то и тоже прониклась, и вот, мне кажется, эликсир, не эликсир, как же, и фрашевский, да, эликсир как раз вот последний, он вот сочетает в себе и ваниль, и фрашевскую, и риснуар, и фрашевский, и сам вот этот эликсир, и, наверное, я понимаю, что я, наверное, как-нибудь его себе еще раз приобрету, хотя у меня, и там, мне в последний раз в магазине выдали пробник, выдав его за новую водичку, но, смотрю, она уже как бы не очень новая, если меня не задушит жаба, то я его себе приобрету, в общем, если вы досмотрели до конца, то дарю вам позитив, ну, и всем спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok